Здравствуйте! Я Виктор Баранский и это мой прямой разговор. С уходом парламента на летние каникулы закончился очередной политический сезон. И теперь самое время подвести его главные итоги. Последняя пленарная неделя в украинском парламенте была жаркой. На сцене Верховной Рады депутаты снимали неприкосновенность и обсуждали скандальные реформы. За декорации, как всегда, отвечали псевдопатриоты. Фаеры, дымовые шашки и бочки вместо барабанов. Сомнительный антураж. Как, впрочем, и результат. Но обо всем по порядку. Несмотря на абсурдность и непроработанность, Рада все-таки успела утвердить в первом чтении законопроекты, которые дают старт убийственной медицинской и пенсионной реформам. И если медицинскую реформу протаскивали со скрипом, то на лишение миллионов украинцев в будущем пенсии депутатам Верховной Рады потребовалось всего полчаса. Конечно же, свою роль при голосовании сыграл и психологический фактор. Депутаты понимали, что без позитивного голосования хотя бы за одну реформу их попросту не выпустят из зала. Поэтому и выбрали пенсионный законопроект как меньшее из зол. Ну и тут власть не забыла подсунуть всем свинью. Назвала ключевой законопроект внесения изменений в законы относительно повышения пенсии, сделав при этом ставку на то, что большинство клюнет на словосочетание повышения пенсии и не поймет, что на самом деле все сводится к банальному повышению страхового стажа и уменьшению пенсионного коэффициента. Проще говоря, пенсии у работающих сегодня людей не будет. Власть предоставила гнилую начинку, покрыв ее тонким слоем шоколада. Скандальные законопроекты о медицинской и пенсионной реформе все-таки приняли в первом чтении. Раздув политические интриги вокруг снятия депутатской неприкосновенности шести народных избранников, провластное большинство протянуло через парламент два важнейших для страны документа. У государства, с одной стороны, нет позиции относительно реформ. То есть все понимают, что идти по линии дауншифтинга, то есть уменьшать обязанности государства перед народом – это путь в никуда. Потому что на самом деле, как бы вот, а зачем такое государство кому-то нужно, все это понимают. С другой стороны, есть обязательства перед Международным валютным фондом, у которого надо будет опять вновь и вновь просить деньги, о том, что надо сокращать расходы государства. Сокращают на самых слабых. Ну, как высказался один из политологов недавно, что говорят, сильных в рабы, а слабых в гробы. Пенсионная реформа де-факто повышает пенсионный возраст, а медицинская узаканивает платные услуги в сфере здравоохранения. Последнюю едва удалось принять даже в первом чтении. Лишь 227 народных избранников решились на такой шаг, на один голос больше от минимально необходимого числа. Ведь народные избранники отлично понимают незаконность этого документа. О снижении социальных стандартов мы говорим уже достаточно давно, что это недопустимо, что если правительство хочет вводить антинародные реформы, то меняйте конституцию, говорите, что у нас не социальное государство, что каждый сам за себя. Пенсионная реформа и медицинская реформа в части снижения социальных стандартов, она противоречит конституции и не должна быть принята в таком формате. Это очевидно для экспертов и простых граждан, но далеко не очевидно для нашей власти, ведь их интересуют деньги международных кредиторов, а не благополучие собственного народа. Конечно же, потребность в осовременивании пенсии есть. Но вот возникла эта потребность именно после того, как этой же властью пенсии были сначала заморожены, а после обесценены почти в три раза. Более того, индексация пенсии на уровень инфляции предусмотрена законом и не является проявлением доброй воли власти. Прошедшие полгода можно смело назвать сезоном глобального провала. Спустя год после назначения правительства так и не была утверждена программа его работы. А это означает, что иммунитета от отставки у него нет. В это же время министры повально бегут из Кабмина. Министр аграрной политики и министр информ политики написали заявление об отставке. Но парламент так и не нашел время их рассмотреть. Вместо этого президент в нарушение Конституции назначает на ключевые должности в качестве исполняющих обязанности своих людей. Без парламента. Страну ведут в бездну пресловутые ИО. Яркий тому пример Ульяна Супрун и ее платная медицина. В свою очередь Национальное антикоррупционное бюро работает абсолютно бесконтрольно. А все потому, что в кулуарах Рады никак не договорятся, кто будет проводить якобы независимый аудит НАБУ. Все это свидетельствует о том, что внутри власти нет ни единства, ни определенности в том, каким курсом идти дальше. Единственное, чем она сегодня успешно занимается, это закручивание гаек СМИ и оппозиции. Снятие неприкосновенности – безусловное ноу-хау прошедшего политического сезона. Власть и раньше пыталась таким образом давить на депутатов, чтобы те голосовали как надо. Но именно этим летом данный процесс превратился в мощную политтехнологию. Генпрокурор Юрий Луценко с помпой презентовал сразу шесть дел по снятию неприкосновенности. И что мы видим? Вместо привлечения к ответственности депутатов-коррупционеров от партии власти, фактически козлом отпущения становится депутат от оппозиционного блока Михаил Добкин. Ему единственному приписывают дело девятилетней давности. И Рада не только снимает с него неприкосновенность, но и разрешает арест депутата-оппозиционера. Показушность данного дела налицо. Не надо быть экспертом, чтобы понять, дела депутатов правящей партии спустят на тормозах. Несогласных будут пытаться давить и дальше. Параллельно идет и идеологическая зачистка информационного поля. Всех несогласных с властями метят агентами Кремля и пятой колонны. Власть не остановилась на законе языковых квотах, запрете популярных соцсетей и сайтов. Сегодня представители правящей коалиции пытаются протянуть законы, которые позволяют блокировать сайты без решения суда и принуждают провайдеров покупать необходимое для этого оборудование. Добавьте к этому давление на владельцев крупнейших телеканалов и запугивания журналистов с требованием давать более мягкую критику президента. Власти пытаются приучить общество к нормальности, наездов на СМИ и оппозицию во имя борьбы с пятой колонны. Причем при желании в последнюю могут записать кого угодно. Последняя неделя перед парламентскими каникулами выдалась жаркой. Рада рассмотрела возможность лишения депутатской неприкосновенности шести народных избранников. В результате парламентарии Дэй Дэй и Лозовой сохранили иммунитет, а Довгий, Поляков и Розенблат его лишились. Особняком стоит случай единственного представителя оппозиционного блока. Парламент не только снял с него неприкосновенность, но и дал разрешение на арест. Оппозиционеры небезосновательно заявили о политическом преследовании. Пять депутатов, разглянувши Верховная Рада, не дала сгоду на арест. А шестого депутата заппозиционного блока надала, при том, что доказы, которые были представлены Генпрокуратурой, они больше, чем сомневны. Примечательно, что парламентарии не дали разрешение на арест близких к власти депутатов Розенблата и Полякова. В подтверждении их участия в коррупционных схемах есть очень серьезные доказательства. Аудио и видеозаписи с участием фигурантов дела. Добкина же судят за дело девятилетней давности. Правовой абсурд, говорят юристы. И дело Добкина, и дело Довгова, и даже дело Лозового. Они абсолютно политические, только для того, чтобы прикрыть вот эту ситуацию с Розенблатом Поляковым. Ведь посмотрите, что под Аняна Добкина появилась именно сразу после вот этой истории с Видеонабу. При этом сам народный депутат держался весьма достойно. Выглядел уверенным в своей правоте и заверил, что от репрессионного правосудия никуда бежать не станет. Я имел свою честь, на свободу я не променяю. Голосуйте, принимайте любое решение, а там посмотрим. Что же сейчас? Добкин продолжает максимально сотрудничать со следствием, доказывать свою правоту в правовом поле. А депутат Поляков, к примеру, отказывается выполнять решение суда, который присудил ему надеть электронный браслет и сдать за гранд паспорт. Прогнозируемо. Прогнозируемо. За аренду жилья, так сказать, осовременить ее. А это еще несколько миллионов наших с вами гривен. Наш парламент все больше напоминает театр абсурда. Новый сезон, которого начнется уже в сентябре. Но вот этого совсем не весело. Страну все больше загонять в тупик. И от нашей с вами позиции зависит, допустим мы это или нет. Уверен, только полная перезагрузка власти позволит Украине выйти из затянувшегося кризиса и положит конец этому бесконечному хаосу. На этом все. В студии был Виктор Баранский. Встретимся на телеканале Репортер. Встретимся на телеканале Репортер.